Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на моём канале, и мы продолжаем с вами проходить с Barn Finders. Я обнаружил золотой рулон над нашим магазином, и у меня появилось дикое желание его забрать. Попробуем воспользоваться нашим корпусом от Ямахи. Единственное, нам надо как-то его поставить, чтобы мы могли забраться на крышу. Попробуем вот таким вот образом. Блин. Ну, можно сказать, почти, да? Так, так, так. Не в эту сторону, блин. Попробуем вот так. Он как-то, нет, он не так падает, как нужно, на самом-то деле. А вот так, если? Здесь, мне кажется, довольно-таки высоко. Давайте попробуем найти другое место. Мне кажется, здесь шансов больше нам попасть на крышу. Давайте пробовать. Блин, ну не падай ты же, ё-моё, ну. Так. О! О! Вроде бы получилось. Осталось запрыгнуть на забор. И, собственно, на гараж. Отлично, мы на крыше. Забираем наш рулончик. Иди сюда. Супер. Найден ещё один золотой рулон. У нас теперь, по-моему, их два должно быть. Да. Отлично. Супер. У нас на почте есть непрочитанное письмо. Приобрести одно топливо. Чтоб мы могли отправиться в путешествие. Поехали. По заданию нам необходимо найти с вами автомобильный... А есть ещё что-нибудь? Автомобильный двигатель. Ну, я думаю, мы пробежимся полностью по локации. Попробуем собрать всё, что здесь можно. Все запчасти нам нужны, да? Ввиду того, что мы скоро будем ремонтировать поломанные вещи, поэтому все запчасти будем собирать. Так. Пробежимся дальше. Так. Бочки. Всё собираем. Всё собираем. Всё надо будет. Так. И здесь у нас, кстати, есть рулон туалетной бумаги. Мы помним ещё из демо, да? Тут есть что-нибудь? Я даже слышу его уже. Так. Отлично. Ещё одна золотая бумага у нас в кармане. Или на полке, как правильно сказать. Не знаю. У нас 183 доллара. Возможно, нам хватит купить фонарик, потому что... Нет, не хватает. Блин, чуть-чуть. 5 баксов не хватает буквально. Где нам 5 баксов? Не-не-не, подождите. Пока не будем начинать аукцион. Мы попробуем всё-таки купить себе фонарик. Вот ещё одна мусорка есть. Дядя наш. Дядя Билли. Так. Собираем всё. Всё бабло собираем, которое можно. Вот ещё, кстати, наверное, да? Да. Так. 195. Теперь нам хватает на фонарик. Давайте его приобретём. Отлично. Теперь у нас есть фонарик. Ну, он, конечно, так себе светит, но... Но, тем не менее, он светит. Я думаю, самое время начинать аукцион. Мы берём топор на всякий случай, а то мало ли что. Начинаем. Эй, молодёжь, лови свои 600 баксов. Это нам 600 баксов, получается, подкинули, да? И у нас, собственно, начались торги за контейнер. 125, 175. Пускай, пускай они пока поднимают. Самое время нам войти. Наша ставка 200. 250. Нафига ты? 275. Так, 325. Ну, что, кто выиграет? 375. Офигеть. У нас, кстати, денег мало осталось. 525. Отлично. Мы победили в аукционе. Заплатили мы за контейнер 525 долларов. Ну, это много. Надеюсь, дядя не заберёт эти деньги с нас. Так, ну что ж, давайте осматривать, что у нас здесь. Включаем как раз-таки фонарик, который мы приобрели. И смотрим, что тут есть. Опять же, будем всё разбивать. Всё будем собирать. Это всё нам пригодится потом. Возможно, даже в этой серии. Так. Уже что-то будем с вами ремонтировать. Разбиваем, разбиваем, разбиваем. Так, собираем, собираем, собираем. Кто это такой, это не про нас. Так. Баночки. Мы нашли с вами первый предмет. Это будет шина. Так, это двигатель для нашей Ямахи, я так понимаю. Тоже забираем. Ящики. Ящики. Так, что ещё здесь есть? Что у нас ещё здесь есть? Здесь ничего. Нашли предохранитель, который нам надо будет в щиток вставить, как мы помним, да? Вот здесь разбиваем. Что это? Улучшение пола. Улучшенный пол нашли. Здесь есть что-нибудь? Ой, я пёрнул. Сорян. Так. Здесь пусто. Нашли плакатик. Ну, вроде как и всё. Вроде как и всё. Здесь мы так точно всё забрали. Ничего не осталось. Так, спускаемся вниз. Вот у нас щиток. Предохранитель. И, собственно, открываем двери. Так, что у нас здесь? Вообще плохо светит фонарик, на самом деле. Я думал, он получше будет. Так, амортизатор нашли. Забираем. Мусор. Что у нас здесь? Оу, вау, диски. Диски, диски, диски. Нашли диски. Шины. Так, ещё одна шина. Забираем. Всё, забираем. Всё пойдёт в продажу. Так, это пол, да? Нет, это уже стенка. Улучшенную стенку нашли. Хорошо. Хорошо. И мы нашли вазик. Это здорово. По памяти помню, что он стоит где-то 1300-1500 долларов. Но у нас проблемы. Мы не можем его забрать, поскольку нам надо заплатить 150 долларов почему-то. Ну, может быть, за транспортировку. У нас есть 130, возможно, мы наскребём. Возможно, наскребём. Ну, нам, как бы, кровь из носа надо наскребсти. По-любому. Так. Нашли бампер. Забираем. Ну, понятное дело, что здесь гараж, поэтому всё, что связано с автомобилем, у нас, собственно, такие находки и будут. Забираем руль. Так, 140 есть долларов. Здесь ничего. Ящики пустые. Так, так, так. Внимательно, внимательно. Ничего не пропускаем. Что у нас здесь? Колонка. Колонку забираем. Нашли канистру. Так. И нашли колесо, опять же, для нашей Ямахи, да? Тоже забираем. Так, ну всё, всё. Вроде как всё. Здесь тоже. Мы всё забрали. Спускаемся вниз. Будет очень обидно, если, конечно, нам не хватит. Мы не насобираем, да? 150 долларов. Ещё одна шина. Это можно разобрать? Отлично. Стеллаж разобрали. Мусор. 4 доллара осталось. 4 бакса, ребят. Так. Это. Разбираем. Мешок. Один доллар остаётся. Всё. Нам хватает. Давайте сразу заберём. Заберём УАЗик наш. По-любому. Всё. Отдаём деньги. А мы продолжаем. Что у нас тут ещё осталось? Так. Мусорка. Нам нужно найти двигатель. И вот, собственно, вот он и есть. Забираем движок. Давай, давай, давай. Отлично. Искомый предмет найден. Бутылки тоже забираем. Так. Лягушку ещё одну нашли. Что у нас здесь? Баночки. Банки, 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 банки забираем. Так. Страница комиксов. Ну и последнее, что осталось, это забрать телевизор. Как я говорил, видите, он покоцан и побит, и поэтому его надо будет ремонтировать. Вот тут как раз таки и пригодятся наши детали, которые мы с вами нашли. Всё. Все предметы собраны. И, в принципе, можем отправляться к нашему пикапу. И едем домой. Молодцы, охотники за старьём. Так, хорошо. Целый пикап мы набрали. Закончить. Грузим УАЗик. По итогу мы нашли всё. Все предметы. Предметы по заданию. Золотую бумагу нашли. Коллекционные все нашли. И даже большую машину. И вот, грубо говоря, мы у себя на базе. Давайте подключим фонарик. Надо перегрузить все предметы, которые у нас есть в нашем пикапе, которые мы нашли. Ну и давайте смотреть, что у нас здесь есть хорошего. Первым делом я предлагаю шины сразу нам выставить в нашем магазине на продажу. Так. Поскольку они? 38 долларов. Что-то маловато. 38 долларов. Я думал, поболее будет. А сколько диск? 55. Диски подороже будут. Хорошо. Ну, мы много денег, на самом деле, потратили. Мы на аукцион потратили 500 долларов, да? И 150 долларов на УАЗик. Но УАЗик себя по-любому окупит. Это уже 100%. Потому что я знаю, что он стоит очень дорого. Так. Пока, пока давайте выставим наш товар. Здесь. Хорошо. Диски, шины. У нас есть еще магнитола. И она, по-моему, тоже на среднюю полку у нас идет. Нет? Да. Все. Средняя полка у нас полностью забита товаром. Давайте смотреть, что дальше. Что мы можем из большого поставить. Колонка требует ремонт. Колонка требует ремонт. У нас есть бампер. Бампер у нас... Это большой стеллаж. Ну и, собственно, давайте его выставим на продажу. Теперь у нас для сборки есть колесо. Для Ямахи у нас уже есть два колеса. Давайте принесем, кстати, корпус, который нам помог забрать рулон, да? Так. Ну, давай, давай, давай. Так, корпус, два колеса и двигатель мы еще с вами нашли. Где движок? Движок, движок. А где движок? А, вот он. Вот наш двигатель. И мы с вами соберем наш первый предмет уже на этом стриме. Кстати, лягушка у нас еще есть одна. Одна лягушка есть, и одну лягушку мы нашли. Где она? Вот она. Хорошо. Давайте посмотрим, сколько стоит у нас. Ого, 700 долларов, чтобы построить станцию сборки. Нифига себе. А, ремонт? 800 долларов? Вы что, прикалываете? Что за цены сумасшедшие какие-то? Подождите, а мы нашему клиенту еще не отдали двигатель. Да давайте-ка мы его отдадим. Он же нам денег даст за это. Запаковать и отправить. 430 долларов. И теперь мы можем с вами приобрести станцию очистки. Приобретаем. Здесь мы сможем мыть предметы. И выставлять их потом на продажу. У нас, кстати, была кукла, помните? И котенок. Блин, ну я бы его не отдавал, честно. Он такой прикольный. Я бы его поставил бы. 45 долларов. Давайте его помоем и где-нибудь поставим у себя. Оставим у себя. Отмываем. Так. Где еще грязь? Не пойму. Все. Отмыли мы нашего котенка. Куда нам его поставить? Может быть в магазине где-нибудь? О! Шикарно. Вот такой вот у нас будет котенок стоять. Здесь ему самое место. Я считаю класс вообще, да? Оставляем. Не будем продавать. 45 долларов. Ребят, найдем мы на чем заработать. Вот, кстати, кукла нам точно не нужна. Ее можно выставить на продажу. Так. Отмываем ее. Отлично. Ее нужен тоже большой стеллаж. И у нас только один есть свободный. Надо будет, кстати, стеллажей больших купить. Ну и, собственно, все, наверное, да? Давайте еще раз глянем. У нас есть еще амортизатор. И он, по-моему, навесной. Вот сюда его, да? Да. Настенная полка нужна. И руль, по-моему, тоже настенный у нас. И выставляем руль на продажу. Весь товар, который мы могли выставить на продажу, мы выставили. Но кошечку нашу не отдадим. Не отдадим. Пускай стоит у нас. Отправляемся отдыхать. И, собственно, с утра будем открывать наш магазин и продавать данные вещи. Хорошо, у нас вторник. Новое письмо. Новое задание. Открываем магаз. Ну и, собственно, ждем клиентов. Ждем наших клиентов. Блин, а статуэтка это вообще класс. Просто шикарно. Кстати, мы не посмотрели на наш УАЗик. Я бы его помыл, если честно. Но его, наверное, не надо. Он ржавый такой, трындец. А сколько он стоит? 1200 долларов стоит УАЗ. 1200 долларов. Надо его хотя бы за 1300 продать. Есть первый клиент. Здрасте. Так, 55 долларов за диск платят. Ну, слушайте, это нормально, это неплохо. Но мы поторгуемся. Плюс 6. Хорошо. Плюс 13. Вообще супер. Неплохо мы продали диск. Очень даже неплохо. Ну и, собственно, ждем. Ждем следующего клиента. Да, курица? Курица, курица. Туазик хотят купить. Да, Рыб. 1200. Нет, за 1200 я тебя однозначно не продам. Блин, мы не будем продавать за 1200. Мы можем его реально дороже продать. 1200 это мало. Я думаю, что 1300-1400 мы отдадим его. Ну что, пока клиентов нету, ждем. Ждем. Так, есть клиент. Куклу? Ты хочешь куклу купить, чувак? А, забирай, да? Понимаю тебя. Бывает. Один доллар. Ай, можно ее и так отдать, да и все. Ладно, забирай, забирай, забирай. Смотрите, какой радостный куклу купил. Кстати, а что у нас в автомате есть из оборудования? Нам надо было бы лопату приобрести. У нас на участке есть там какой-то клад. И еще у нас нету отмычки, да? Но пока у нас не хватает ни на то, ни на то денег. Ну, где клиенты? Где? Где народ? Есть еще один клиент. Руль за 24 доллара. Ну, давайте попробуем. Смотрите, перевод какой с руль, а не руль. Попробуем поторговаться немножко. 26. И в итоге сколько? 32 доллара. Ну, нормально, пойдет, пойдет. 228 долларов у нас уже есть, но это мало, мало. У нас еще много товара, поэтому ждем покупателей. Воришка. Зима нахрен отсюда. И у нас, собственно, хотят приобрести подвеску. Нифига себе, 150 долларов. Класс. Давайте попробуем поторговаться. Что, нет? Ясно. Мы проиграли торги. Не, не будем продавать. За 135. 15 долларов потеряли. А, уазик, 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 уазик. Здравствуйте, женщина. Так, торгуемся. Торгуемся. Плюс 120. Уже неплохо. 1300. И? И еще 300. Вот это я понимаю, вот это ценник. 1620 долларов мы продали уазик. Забирайте. Отлично. 1848 долларов у нас на счету. Мы можем себе многое позволить. Кстати, давайте, наверное, первым делом, что купим, мы приобретем лопату. Так, лопату возьмем. И, и я думаю, что... Так, клиент, клиент, клиент. Опять? Теперь амортизатор для уазика? Ну что, давай еще раз поторгуемся с тобой. О, плюс 15, супер. Еще плюс 15. Ах. Ладно, ладно, забирай, забирай. Ты у нас в вазе купила? Тебе скидка будет. Хорошо, амортизатор тоже продали. И мы можем, в принципе, можем с вами приобрести, наверное, да? Хватит нам? Да, можем станцию для сборки. Давайте приобретать. И, собственно, соберем нашу Ямаху. Так. И двигатель. Создали мы предмет. И у нас есть клиент. Бампер. Я думал, уже та блондинка пришла. Торгуемся. Плюс 8. Ну, как-то маловато, конечно. О, плюс 20, супер. 108 долларов. Забирай. Забирай. А мы с вами сейчас на это место поставим наш мотоцикл. 600 долларов, кстати, стоит. Наша Ямаха. Блин, как его занести туда-то? Он не пролазит. Давай, давай, давай. Опа. Есть. Все, выставляем. Все, выставляем. И у нас снова клиент. Слушай вас. 55 долларов за диск. Мало. Мало, 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 мало. Плюс 6. Уже лучше. Плюс 5. Ну, ладно, забирай. Забирай. 66 долларов. На 11 долларов дороже. У нас 1166 долларов. И мы можем приобрести. Скорее всего, можем приобрести. Так. Да, ремонтную станцию. 800 долларов. Давайте брать. У нас есть предметы, которые мы можем починить. Поэтому нам обязательно надо. Надо приобрести ее. Так. Ну что, теперь шину, да? Ну давай, шину тебе продадим. Плюс 4, жадина ты. Жадина, говядина. Плюс 9. Ладно, забирай. Забирай. Так. А мы с вами сейчас попробуем отремонтировать. Ну, давайте телевизор. С телевизора начнем. Наш ремонт. И попробуем его отремонтировать с вами. Так. Есть. Где там еще что было? Так. Отлично. Все. Отремонтировали мы телевизор. Для него надо большой стеллаж. Выставляем. Так. Дама пришла к нашему УАЗику купить еще шины. Да, я так понимаю. Не, магнитолу. Ну ладно. Магнитолу это тоже неплохо. Плюс 5 долларов. 12. Вот с блондинкой мне нравится. Шанс как бы увеличить стоимость в разы больше. Потому что это 3 попытки. Ладно, все, забирай. Забирай, забирай. Сколько у нас? Две шины осталось. И, собственно, с большим мы уже продались. Так. У нас еще была колонка. Давайте ее тоже будем ремонтировать. Появился клиент у нас. Где, где, где? Где ты? А, ты хочешь мотоцикл приобрести? 600 долларов. Ну что, попробуем поторговаться. Плюс 60. Отлично. 10 процентов. 150. Супер. Забирай. 810 долларов. Класс. Вот это продажа. Вот это я верю. Так. 1300 почти у нас долларов. Мы просто миллионеры, да? Давайте будем ремонтировать нашу колонку. Блин, еще один клиент. Давайте уже доделаем до конца. И выставим ее тоже на продажу сейчас. Так, телек хотят купить. Телек, телек. Ах, нет. 200 баксов. Тоже дай сюда, как говорится. Вот с ней я не люблю, кстати, торговаться. Она какая-то это. Жадина-говядина. 200 баксов. Ладно, забирай за 200. Хрен с тобой. Так, так, так. Две шины осталось. И колонка. И у нас при этом 1492 доллара. Слушайте, ребят, а у нас... Мы можем еще приобрести с вами отмычку. Давайте возьмем отмычку на всякий случай. Не знаю пока зачем она, но... Возможно, она нам пригодится. Им... Так, клиент. Колонка. Колонка, колонка. Здрасте. Это агент. Имя Бобби Грей. О чем-то тебе говорит? Неа. Я не знаю, кто это. Хм. Не видел ничего подозрительного. Неа. Ничего не знаю. Я хотел еще, знаете, что посмотреть? Я хотел посмотреть, как мы можем интерьер нашего магазина поменять. А нет, клиент. Подождите-ка. Клиент. 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 Ну ладно. Забирай. 216 долларов. 1458 у нас на счету. И еще две шины. Две шины сколько? Ну, грубо... Грубо сотка, да, еще у нас есть. Слушайте, мы богачи. Мы просто богачи. Как мы можем улучшить наш интерьер магазина? О, давайте вот такие вот стены кирпичные сделаем. А что, шикарно выглядит. 256 долларов. Покупаем. А как нам пол, кстати? Вот. Я бы пол поменял. Так, здрасте. Опять ты. 4 доллара. Нормально мы ее, кстати, уговорили на покупку. Все, одна шина осталась у нас. Все-таки мне интересно, как нам пол поменять. Смотрите, как тут... Выбор тут очень большой. Именно по интерьеру. А может пол с этой стороны? Ну-ка. Ага. Так, к нам пришли. Здрасте. 42 доллара. Плюс 9. Хорошо, хорошо, хорошо. А, все равно плюс 4. И плюс 10. Ну, слушайте, вообще хорошо продали. Забираюсь. 65 баксов, да, по-моему? Все? Все. Больше нам нечего продавать. И магазин у нас... Да, автоматически закрывается. Вернемся к нашему полу. Давайте посмотрим. Вот плохо, что не видно, как это будет смотреться, да? Не, ну дорогой пол мы точно не будем покупать. Это очень дорого. У нас пока таких бабок нет. Давайте что-нибудь подешевле. Хотя пускай... Так у нас, по-моему, такой же дощатый был. Ну, давайте вот... Не, ну... Ну, вот такой вот паркет. Блин, 400 баксов. А, и не будем мы пока пол менять. Что-то мне жалко денег. 1318 долларов у нас есть. И я предлагаю на полах все-таки не тратить пока. А давайте мы пройдемся по нашим стеллажам. Улучшим стеллажи. Сколько стоит? Так. 380 долларов стоит улучшение. Берем. О, солидненько стало. Солидненько. Так, а вот эти? 450 баксов. Блин, ну это круто. Давайте, может быть, еще один большой просто приобретем. А, приобретем большой, но уже... Ну, уже как бы нормальный. 450. Во. Во, как классно у нас теперь будет. Так. 488 долларов осталось. А сколько на стену стоит? 355. Блин, дороговато. Дороговато. Пока дороговато для нас. А мы можем какой-нибудь плакатик сюда повешать? О. Здесь повешаем плакатик. С гачным ключом. Все прикольно. Так, так, так. Вот еще плакатик у нас есть. Все. Все, плакаты тоже все повешали. Ну что, дорогие друзья, вот такая вот у нас серия получилась. Надеюсь, данная серия вам понравилась. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok